привет вы на канале сельхоз переделки на сегодня у нас 15 июня 2017 года и так как у нас сейчас некая пауза наступила в полевых работах потому как мы по сей день так и ждем дождя нормального до до этого так небольшой отчетик сделаю три дня было такое буквально по 35 минут дождик пускался хороший но по времени мало если хотя бы там минут 40 уже там идеально было мы бы были благодарны вообще от всей души но тем не менее пока что нет и поэтому дабы раздать разбавить немножко обстановочку на канале мы решили снять не такой большой ролик коротенький о том на что и как мы сегодня на сей день снимаем для вас видео для того чтобы некоторые интеллектуалы ставили дизлайки писали там плохие комментарии значит сейчас пока что оператор находится именно за этой камеры на которой он снимает они поговорим немножко позже чуть ранее ссылочки на видео будет в описании мы снимали на мой телефон на китаец получается fly вайли fox swift вот такой вот он плохо может будет виден здесь 13 мегапикселей камера задняя и фронтальная 5 но фронтальной пользовались редко но в принципе по ссылочкам вы сможете оценить вообще качество записи звука и качество снятия видео именно на этот телефон будут данные в описании повторюсь еще раз но на сегодняшний день вот сейчас я вам уже по сути и покажу получается на что мы снимаем такая конструкция собой она представляется на сегодня штатив берем с собой очень редко как бы это именно для сегодняшнего видео чтобы не держать камеру в руках а просто как бы стояла она на своем месте вот такая конструкция сама камера у нас nikon d3 тысячи триста брал я ее из-за нескольких плюсов так сейчас бирочку засветим из-за нескольких плюсов это первое ну естественно это зеркалка съемные объективы то есть там уже дальше развитие да на будущее есть бабки покупай объективы и что хочешь то и снимать да также это слот точнее порт для микрофона получается который сейчас естественно и подсоединена радио микрофон боя w8 снимает она также нет конечно выдвижного экрана так называемого да ну как бы тот что допустим на этом как canon canon по моему 650 д от по моему там экранчик такой раз раз открывается можно на себя поворачивать то есть видишь ты что снимаешь но неважно нету здесь такой штучки как видите слева на экранчике столбики громкости от сейчас как я разговариваю но так и записывается нормальная громкость это допустим до одной до двух желтых линий как видите сейчас она так и записывается это минимум шума и максимум качества записи звука вот ну естественно куча настроек об этом я не буду говорить также третий плюс получается третий плюс то что она снимает 60 кадров в секунду то есть кто самый горится внимательный заметили резкость картинки до плавности прочее то есть нет никаких там рывков и прочее дальше что у нас получается по плюсам также естественно ночью даже да в принципе она хорошо снимает если на нее еще купите какой-нибудь фонарь от дополнительное освещение которое на пятак ну на пятку ставится то там вообще будет мне кажется хоть кино снимай хоть ночью но это даже без него спад цвета фара она снимает намного лучше теперь поговорим немножко наверное микрофонах значит микрофоны представляется собой получается вот такой вот ресивер это по моему да ресивер с двумя антенками на два канала то есть здесь в нем вообще куча настроек как бы куча вот каналов сейчас мы на третьем канале но это произвольно здесь 42 канала по моему если меня не извиняет память вы можете выбирать любой то бишь приезжаете допустим если на мероприятиях где много радиотехники там еще микрофоны радио есть то есть у вас здесь грубо говоря конкуренты на съемках то вы выбираете свой канал чтобы у вас не было помех но это все методом тыка но так как мы снимаем в поле обычно у нас конкурентов нет поэтому как бы все нормально на третьем канале да и на третьем канале значит куча также самой чувствительности да как бы микрофона уже которая выставляется вот на одном из таких передатчиков это у нас передатчик b на мне сейчас передатчик а вот он получается включается с зажатием кнопки вот он тоже на третьем канале сейчас по настроечкам вот звук это чувствительность микрофона получается у нас по 18 на всех да идеально мы нашли вот получается уровень 18 везде если вы повышаете чувствительность будет больше шума но больше будет захватывать микрофон то бишь это смотря что вам нужно захватить более но с худшим звуком или меньше радиус работы микрофона будет но с качественным звуком более качественный да конечно многие замечали мы и мы это замечали бывает от помехи какие-то вот даже на этих микрофонах что-то шур-шур так коротковременный ну как бы это дело такое вот питаются они у нас от аккумуляторов типа пальчиковые да вот они здесь стоят доставать не будем вот по сути вот каналы меняются тоже так думаю на звук не должно повлиять принципе не неважно да помеха да на мой на мой и все правильно микрофон мы не включали да также вот на самом даже трансмир на ресивере путаю постоянно начата мне кажется набор есть выход под наушники то есть оператору для контроля записи звука можно вставить любые наушники на три с половиной джек три с половиной миллиметра мини мини джек мини джек на три с половиной миллиметра вставляете вы контролируете то есть оператор контролирует звук но юрка уже приловчился как бы по вот этой вот шкале вот смотрите сейчас вот сейчас я молчу вот видите шкала совсем как бы не показывает а вот когда разговариваю шкалы левого правого канала как бы скачет и поэтому он видит что запись звука идет это дело все контролируется вот приехали мы сейчас естественно на поле к своей пшенице как вы можете заметить даже мы заметили с под солнцем конечно эту камеру совсем все плохо выглядит вот так же конечно когда покупали камеру в комплекте шел штатив вот этот вот такой худенький ну любительский сумочка такая ну для начала то есть самое то и ну естественно забыл сказать что микрофоны комплектовались вот таким вот кейсом для них то есть все упаковывается сюда ну да выгaveся забыл сюда получается ресивер и ложится налево направо вот в отдела сюда трансмиттер получается да ресивер и а сюда ресивер трансмиттер это ну короче а сюда вот получается для наушников для петличек вот 1 петличка лежит 2 то что получается ну и сумка естественно для штатива но это все такое пустяки вот что еще получается по камере по камере по сути и все да не но это не ну это а вот что по камере это обзоров юр есть миллион в интернете то есть люди которые профессионально занимаются этими обзорами техники пусть там рассказывать но расскажу то что я не увидел в этих обзорах а увидел это точнее расскажу что мы когда его купили дома в доме то есть заразили аккумулятор полностью и в нормальных условиях то бишь вот так то штативе в спокойной обстановке камеры хватило на запись 70 минут беспрерывно ну то есть тут цикл в данном качестве 1080 пикселей 60 кадров цикл записи 20 минут то есть 20 минут ролик файлы то есть там по размеру по ходу файлы она как 20 минут проходит видео заканчивается но вы дальше продолжайте снимать то есть флешка здесь большая стоит я даже не помню 64 по моему 64 гигабайта то есть место куча но циклы записи поделили на 20 минут то есть 70 минут в доме она записала на одном аккумуляторе на полном заряде это было снова сейчас конечно может немножко меньше вот а все остальные как бы сцены которые там требуют подсоединения там на агрегат и прочее мы снимаем свои экшн камеры sg4000 более подробный обзорчик который мы снимали когда мы его купили вы можете увидеть тоже по ссылочке в описании под видео вот так вот оно в общем не небольших размеров китовый объектив здесь стандартный 18 55 миллиметров в принципе вполне подходит по ну пока что устраивает потому что объективы сами по себе понимаете вещь не из дешевых ну а сейчас продолжим уже картинкой с камеры вот такие темные облака у нас уже получается несколько дней на камере даже чуть-чуть она высветливает его да ну реально такое темное что-то идет как бы вообще даже стрёмно если так мы еще недалеко от города запорожья живем поэтому на днях у нас когда по пять минут там дождики шли то в запорожье даже град шел град нам конечно же не нужен мы же хотим по заказу дождик получать поэтому город нам не нужен вот собственно в принципе наверное и все даю вот такой картинкой мы закончим этот грубо говоря уже почти закат там полчаса наверное и солнце зайдет уже за горизонт пшеничка уже восковой спелости находится у нас конечно посмотрим что будет по вооруженности супер конечно не стоит ожидать но лучше намного лучше будет чем прошлом году это сто процентов ну и также остаемся ждать дождь потому что мы еще не подкармливали получается подсолнечник как мы хотели сульфатом магния и карбамидом его подкармливать плохой кадр на это нормально вот так друзья на этом будем заканчивать думаю ответил почему вообще захотели снять этот ролик не из одной причины за того что у нас там перерыв в видосиках и достаточно много людей как бы интересуется я конечно им отвечал в комментариях на что мы снимаем ну как бы настроение появилось так вот снять невзначай ролик не по работе а так выехали вечерком просто глянули как бы что можно рассказать интересного нашей аппаратуре как говорится все друзья вы были на канале сельхоз переделкин вам всем удачи и пока